Первый человек. Чтобы потом два раза этот вопрос не задавать, вот у тебя сама работа стратегии информационного противостояния. Дальше. Теоретическая значимость идет по цели. Понимаешь? А иначе как? Пишешь. Данное исследование автор разделяет вот эти медиа на разные типы медиаканалов и разрабатывает классификацию данных каналов. Это какое отношение к новой стратегии имеет? Когда ты берешь, описываешь вот эти площадки. Этой площадке надо отпихнуть. У тебя же информационные материалы представляются. Вот, вот. Я в кучу. Спасибо за вопрос. Сейчас я начну с первой части вашего вопроса. Что касается разделения. Вы и социал медиа. Я проделываю эту работу, потому что стратегия присутствия на площадке, где в центре стоит человек, то есть социал медиа, она отличается от стратегии присутствия просто на инновационном канале коммуникации, к которому я отношу кузе медиа. В социал медиа мы должны чувствовать, что там гости, и в первую очередь думать о том, какая аудитория предстала, ну, какая аудитория находится на данной площадке. Соответственно, противники в данном случае гораздо эффективнее проявили себя, потому что они коммуницировались со своей аудиторией. И, переходя к второй части вашего вопроса, я получил ответ на вопрос. Образование – это высочайшая ценность. Это все понимают. Значит, если есть противостояние, вот у тех, медиа и других, в чем оно? Нет, противостояние в рамках данной темы. Они кто? Друзья? Нет, не у медиа. Кто они? Как-то их назвать надо? Я прошу прощения. Да, противостояние у сторонников и противников. Между людьми и социал медиа нет противостояния. Но какая ключевая идея у тех, у других, которая присутствует во всех информационных материалах? Тогда мы поймем, что мы делаем идею вами или нет? Ключевая цель сторонников, естественно, это создание благоприятных условий для принятия реформы образования. Я напрямую уже. Чего я принимаю? Нет, у меня работа. Ты как-то чё сейчас скажешь? Приветствую, так, нечтаю правильного. Создание лояльного отношения для принятия инноваций в сознании общественности, а не на бумаге. Да кто мечтает общественность? И что такое образование в жизни человека? И каждый имеет возможность оценить это, понимаешь? Это очень больная тема. Это будущее людей, это будущее страны. Так вот, когда ты идеи показываешь, что есть противостояние, не столкни эти идеи. Вот эта реформа принесет образование то-то, то-то, то-то. Эта реформа, наоборот, погубит, похоронит образование то-то, то-то, то-то. И вот здесь я беру эти информационные материалы, здесь я беру эти информационные материалы. Понимаешь? Я, возможно, я не понимаю. Да, абсолютно. Я тебе и так же. В чем наблюдается противостояние в соушил и нью-медиа между сторонниками и противниками? Правильно, конечно? Да, да, да. Только в информационной составляющей. В информационной составляющей. Это фактически, надо сказать, тезисы. Противники заявляют то-то, то-то, то-то. Об образовании. Сторонники заявляют то-то, то-то, то-то. И в этом наблюдается их противостояние. У тебя научный руководитель, который цепляется очень четко, понимаете? Он в таком подсказке, что если ты этим не воспользуешься, я тебя предушу. Она сейчас от страха не воспользуется. Я шучу, конечно. Попробуй, чтобы ты себя расшивали, просто и в ротик положили. ЕГЭ, Болонский и ФЗ. В рамках данного исследования, следом, подробно я рассматриваю все информационные поводы. Относительно Волонского процесса. Противники реформы образования заявляют, что... Противники, информационные поводы противника основаны на том, что российская система образования является одной из самых лучших в мире, и не нужно адаптировать ее под европейские стандарты. Это приведет только к худшему погубить нашу систему. В рамках ЕГЭ противник транслирует такие информационные поводы, как то, что данная инновация губит креативность мышления, и не способствует развитию мышления школьников. Также ЕГЭ не принимают в обществе, является предметом очень длительной дискуссии, в силу того, что вопросы, заявленные в данном экзамене, по этим вопросам не всегда можно объективно оценить знания учеников. Что касается последнего аспекта, который я рассматривала, федеральный закон, на данный момент он вообще вызывает самые большие дискуссии, потому что под угрозу ставится бесплатное образование средней и младшей школы в целом. Сторонники наставили на том, что данная инновация к лучшему, и новое оборудование, которое планируется установить во всех школах, новые системы, согласно которым будут обучать школы, пойдут на пользу. Тем временем, как противники настаивают на том, что государство отказывается от своих обязательств, и данной реформой старайтесь приложить обязательства государству на карман граждан. Я давайте задам вопрос. Уникальность. Когда вы пишете потенциал о ней в социал-медиа и в пиар-коммуникации, вот у вас здесь такая веселая статистика указана. 82%. Есть ли какая-то ссылка на какое-то исследование, и эти 82% зарегистрированы в социал-медиа, они из какого? Это вся Россия? Мир. Мир. Это вся Россия. То есть 82% россиян зарегистрированы в социал-медиа. Вы в этом уверены? 82% россиян. Или это из тех, кто зарегистрированы в интернете? Нет, 55% зарегистрированы в интернете, 82% из этих 55% зарегистрированы в социал-медиа. Собственно, данное исследование, он скоро, представлено в параграфе... Ну, понятно. Нет, просто я тогда к тому, что, может быть, имелось мысль, мы поставим досылку или там написать там из концу. Для чего? Это просто в окне очень понятно. Спасибо. А какова эфирическая база вашей исследования? Вот на каких сайтах вы расшматривали эти все сообщения? Много их было, мало? Какие? Да, сайтов было очень много. Это все коммуникационные площадки сторонников или противников реформы образования, официальный сайт реформы образования, дискуссионная площадка Министерства образования, на взаимодискуссионный клуб, также все официальные аккаунты Министерства образования в New Social Media, канал YouTube, блог LiveJoy. А у противников есть какие-то свои? сайтов, аспирантов и педагогов МГУ, и также многочисленные группы в социальных сетях, ну, ВКонтакте, в премии. Есть вопросы? Наталья Юлина? Если у меня... Так лицензия я, я лицензия сейчас. Да, успокойтесь. Вторая глава исследования представляет интерес к практической точке зрения. Проделан серьезный анализ большого объема информации. Правильно определены основные площадки присутствия сторонников и противников реформы образования. Также сделаны рекомендации по корректировке коммуникационной стратегии сторонников, которые представляются логичными и отвечающими существующим проблемам. Среди недостатков можно назвать путаницу в названии Миноборнауки России, некорректные названия некоторых интернет-площадок. Необходимо было упомянуть такие ключевые фигуры, как автор книги «Ненавижу школы» Инна Гавалишна. Не знаю, какого автора. В целом продемонстрировано автором исследования, доказывает заявленное введение гипотезы и решает поставленные цели задачи. Руководитель департамента комплексных интернет-проектов группа «ИМА» жильцов ДС, не помню его. Вы почему путаете? Путаница у вас в названиях Миноборнауки и некорректные названия интернет-площадок. Очень много источников для аналибов. Их признают именно. Хорошо. А вам что представляется заключительное слово? Я сейчас его. Если я не сняла какие-то вопросы, мне не удалось привести идею моего исследования. Что касается дипломной работы, мне кажется, это то самое сложное, что я делаю в жизни. И на юге хочется верить, что единственное, но полагаю, что есть. Ощущение прекрасное написание диплома. Это противоречивые, странные ощущения. Благодарю всех преподавателей за...